В чем же заключается секрет подготовки кенчусей? Во-первых, в самом японском обществе. В японской системе есть как положительные, так и отрицательные элементы в обязанностях младших и старших. Сначала воспринимают как члены семьи, а потом бьют, как родного брата. То же самое происходит и с кенчусей. Обычные студенты платят за обучение и тренировку, и принимают долю неприветливости от инструктора, но в конце концов известно, что они клиенты, требуемые додзю для компенсации арендной платы. У кенчусея же нет выбора. Либо он повинуется своему сэмпаю, либо уходит. А повиноваться нужно во всем, как на тренировках, так и в жизни. Это была рутина работы изо дня в день. Он ежедневно несет это бремя в течение трех лет. Два года, если вы были выпускником университета каратэ. Но одно дело – типичные упорные тренировки, другое дело – жесткие тренировки под чрезвычайным психологическим давлением, где каждое занятие, с одной стороны, требует полного подчинения сэмпаю и сэнсею, а с другой – это подчинение грозит кровью или тяжелой травмой. Курс кенчусея похож на растяжение эластичного бинта, где достижение постоянного изменения необходимо растянуть бинт как можно сильнее, и тогда он деформируется навсегда. К тому же самому подвергается кенчусея. Окончив университет 22 года назад, я поступил на обучение в группу кенчусея Японской ассоциации каратэ. Танияма Такуи, шестой дан. Родился 28 июня 1965 года. Место рождения – Осака. Закончил университет Токусёк. Начал заниматься в третьем классе начальной школы. Девиз – выкладывайся по полной, не жалей сил и энергии на то, что ты делаешь. Лучшие спортивные достижения – многократный призер и чемпион Японии, трехкратный абсолютный чемпион Японии, призер и чемпион мирового кубка Сёта. До этого Уэна-сэмпай, Инака-сэмпай, да и многие старшие товарищи по занятиям в университете тоже выбрали путь кенчусей. Прежде чем поступить в группу кенчусей, я слышал много разного и понимал, что мне придется очень туго, и что для того, чтобы быть кенчусей, нужно немало и мужество. Тем не менее, я пошел на это. Быть кенчусей – значит каждый день участвовать в самых суровых тренировках. Мне случалось быть очень серьезно избитым, и по прошествии примерно полугода я серьезно задумался, а не ошибся ли я с выбором пути. Но все же я оставался в группе. Проучился в ней все два года, и вот тогда, уже став инструктором, я подумал, как хорошо, что я смог выдержать, не бросил на полпути и прошел всю дорогу. В мае 1957 года проходит первый чемпионат Японии «Джи Кей», победителем которого в разделе «Кумите» становится Хираказу Кунацзалу. Этот турнир перевернул еще одну страницу летописи «Джи Кей», навсегда изменив весь мир в карате. Практика свободных поединков всегда была камнем преткновения в системе обучения карате. Старая гвардия, воспитанная в окинавской традиции, не приветствовала свободных боев, а уж тем более соревнований, полагая, что это убьет истинную суть карате, которому чужды соревновательные стремления и доказательства чего-либо превосходства. Но молодые студенты, составляющие основную часть занимающихся в Японии, находились под сильным влиянием дзюдо и кендор, в которых свободное «Кумите» было обычным делом, жаждали проверить свои умения и навыки, что и предрешило итог спора. Первый чемпионат Японии открыл «Джи Кей» для широкой общественности, и после официального утверждения чемпионата, как ежегодного турнира, «Джи Кей» открывает новые отделения в городах, школах и 40 университетах по всей Японии. В 1961 году его величество наследный принц Японии, теперь его величество император Японии, посетил пятый чемпионат Японии, что свидетельствует, карате «Джи Кей» привлекает внимание на самом высоком уровне. Кроме того, число участников росло в геометрической прогрессии. Благодаря тому факту, что в 1958 году «Джи Кей» начинает посылать наиболее профессиональных инструкторов за границу, удается провести первый спонсируемый «Джи Кей» турнир в США. Им стал чемпионат мира IAKF – Международной любительской федерации карате, победителем которого стал Масахи Катанако. За следующие несколько лет было проведено еще три подобных турнира. Однако, уже здесь начались проблемы, ставшие позже причиной большой неразберихи в головах многих любителей боевых искусств и получения карате при ставке бесконтактного. К большому сожалению, при выходе за пределы Японии карате пришлось столкнуться с влиянием чуждого менталитета, что повлекло за собой изменение восприятия его как боевого искусства, так и переосмысление его спортивной составляющей. В настоящее время в Европе получило очень большое развитие спортивной карате. Тацу Инака. Родился 29 мая 1969 года в Токио. Закончил университет Токусёку. Начал заниматься в первом классе средней школы. Девиз – в карате приобретаешь настоящих друзей. Чемпион и призер чемпионата Японии GK. Наша организация, японская ассоциация карате, ставит перед собой цель культивировать карате не как вид спорта, а как вид будо. В европейском карате на первом месте стоит вопрос о том, как одержать победу в соревновательном бою. Что же касается нашего отношения к карате, то мы в первую очередь обращаем внимание на то, каким именно образом была достигнута победа. Смотрим, как действовал спортсмен до проведения приема, в момент его проведения, какой был его дзансин и так далее. Поэтому, хотя сегодня в Европе спортивным карате занимается много людей, мне бы хотелось, чтобы они обратили свое внимание еще и на то карате, которое является частью японской культуры. А ведь действительно, для понимания разницы между японскими и европейскими соревнованиями необходимо очутиться в доге японских спортсменов. Соревнования для японца – это не столько получение очков, и последующая медаль – это бой, жесткий и бескомпромиссный. Бой, не жалея себя, не думая о выбитых зубах, сломанных носах, проще говоря, это дело чести, где японские спортсмены превращаются в самураев древности, для которых нет выбора – выиграй или умри. Откровенно говоря, выиграть чемпионат в Японии зачастую бывает гораздо сложнее, чем чемпионат мира. И лучшим доказательством этого служат кадры, которые вы видите на своих экранах. 1992 год. Токио. 35-й чемпионат Японии. В финале встретились два друга. Однокашника курсов Кинчусей – Тацу Инака и Танияма Такуи. Но глядя на то, как бьются бойцы, трудно заподозрить их в дружеских отношениях. И в этом и есть японские соревнования. Карате ради самого искусства, чистого и бескомпромиссного боя. Так было. Но жизнь меняется. И в Европе давно ведутся разговоры, что развитие спортивного карате влечет за собой деградацию карате, как боевого искусства. Вы знаете, разговоры об этом идут не только в Европе, но и в самой Японии. Но в действительности здесь все решает для себя каждый конкретный человек. И среди тех, кто выступает на соревнованиях по карате, есть настоящие будока. А есть такие, для кого карате – только вид спорта. Об этом невозможно судить со стороны. Основным поставщиком кадров для японского карате всегда были университеты. И это неудивительно. Первые клубы карате были открыты именно в университетах – Токусёку и Васеда. И именно университетские клубы поставляют будущих инструкторов и чемпионов GK. Но достаточно ли этого? Что сейчас происходит со студенческим каратэ? Действительно, в настоящее время в Японии карате очень популярно среди студентов. Но, к сожалению, студенческая федерация карате Японии проводит соревнования по правилам, которые разработаны в Европе. И мне бы очень хотелось пожелать нашим студентам, после того, как истекут 4 года их учебы в вузах, после того, как они перестанут выступать на соревнованиях по студенческим правилам, познакомиться с карате не как видом спорта, а как с одним из аспектов традиционной японской культуры. Субтитры создавал DimaTorzok